На самом деле, разговор по поводу какого-либо юбилея, это тоже хороший мероприятие, это тоже повод пообщаться, поговорить, причем поговорить со смыслом о сооружениях господина Шухова, в каком они состоянии, живы ли они вообще, или там от первого порыва ветра они все в воду. Поэтому поговорим, поговорим, потом возьмем и сделаем что-нибудь, это так в России заведено. Раз такое событие состоялось, значит будет какой-то полк, будет результат, рано или поздно это случится, я думаю, сооружение Шухова пока еще держится. А на самом деле, вот почему мы собрались именно в этом здании, в здании центрального дома архитекторов, слово архитекторов, потому что не имея архитектурного образования, Шухов, конечно, был величайший архитектор. И если подумать, он был настолько велик, что, пожалуй, он единственный известный архитектор в мире, из российских архитекторов, я имею в виду, потому что его школа, его произведения, его программа, его любое действие, его любые изобретения, они живы по сей день. Более того, не просто живы, не живы на бумаге, а живы в сооружениях. Последние сооружения годичной, двухгодичной давности, в Гуанчжоу, в Китае, в Японии, это на самом деле все сделано по проекту Шухова. Вроде бы как 160 лет, а произведения появляются по сей день. То есть это очень интересное событие, причем архитектурных произведений. И поэтому я счастлив, что инженер Шухов празднует свой юбилей в стенах дома архитектора. Субтитры создавал DimaTorzok